Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Не убегали? Нет? На аресталище там ни с кем? Что? Воевали? Слава Богу. Я не знаю, он хотел быть норинским солдатом, который прибивает Иисуса. Да. Давайте напомним. Ну, как я говорил в прошлый раз, что гонение — это не самая, наверное, приятная сфера. Но, с другой стороны, понимаете, и история церкви, кстати сказать, она, вот особенно там второй, то есть третий век, он покажет, как сильно церковь теряла, когда она забывала о гонениях. То есть там была такая конкретная цикличность. Вот пик церкви — это гонение. Что это за пик? Это посвящение Богу, ревность. Помните, мы говорили с вами вчера, что когда происходили сами гонения, что даже неверующие, глядя на стойкость святых, на мужество, и мы говорили, что это все отмечено было Духом Божьим, что не просто так люди шли и себе страдали, потому что просто так это невозможно было вынести. И настолько на этом была отметена Божья, печать Божья, что это было свидетельством. И когда Тертулян таки написал потом, что кровь мучеников — это семя церкви, и он был прав, это так и происходило. Но вот этот пик гонения, и люди обращались, конечно, это кризисное время. Но что потом происходило, когда гонение заканчивалось? Заканчивалось. Благодать. У нас один брат из церкви, его призвали в армию. Вот сейчас вот. И он попал в самую гущу. То есть он находился в терминале, когда шел обстрел. И он мне позвонил, и когда он набрал меня, то, что я слышал вокруг, это взрывы и выстрелы. Вот тогда мне, я его пастор, то есть это член моей церкви, он офицер. И в этот момент, то есть одно дело, когда я могу увещевать его, когда он мне звонит там откуда-то там, с расположения роты, я могу там, ну держись там. Но в тот момент, когда все взрывалось вокруг и стреляло, то вот в этот самый момент я оказался в ситуации, когда я не знал, что конкретно ему сейчас говорить. Когда они заходили в терминал, подбили их БТР, они заходили на двух БТР, они резко перепрыгивали во второй, он забыл все вещи там, просто потому что. И он зашел вот в такой вот кофточке, температура опустилась, по-моему, до минус 30. Как на бетоне. Как он все это пережил? Честно говоря, я лежал в своей теплой квартире, в кровати, я думал о нем. Я не знаю, как он это пережил. Но то, что он говорит, пастор была сверхъестественной благодатью. То есть, Бог дал невероятную силу пережить то, что человеку вообще не под силой. И сейчас он уже здесь, слава Богу, руки, ноги целы, в общем, все с ним хорошо. Но он вспоминает тот период, и в какой-то степени, поймите его правильно, он переживает не ностальгию, но не тоску, но он говорит, я только, он открывает глаза в расположении роты, вокруг стоит, извините, мат. То есть, когда я шел еще в Советскую армию, я еще захватил, я понимал, что окажусь там. Но я удивился, что в армии матом не ругались, в армии матом разговаривали. Если я слышал эти анекдоты, ну, когда я туда попал, я просто... Очень многим вещам я удивлялся. Я увидел, как эти анекдоты про армию, они оживают. Я с ужасом понял, это не анекдоты, это правда. Вот, но и он вот в этом кошмаре, он просыпался, он говорит, я только открывал глаза, и сразу же благодать Божия обрушивалась на него. И он сразу входил в присутствие Божьей, моментально, вокруг, вот, ну, вы можете себе представить, что это. И вот такая благодать была на нем. Сегодня люди не могут прорваться, даже вот тут человек сидит помазаннейший, ну, к примеру, да, и кто-то сидит и там что-то еще считает на кого-то там обиды. И, ну, ну, вот мы, нам сложнее, чем им там, благодать Божьим. И вот когда церковь уходила из этого пика, она приходила вот в этот период, где уже все, ты недоволен, тебе, того тебе мало, всего тебе мало, ты находишься в таком состоянии, где благословение, где обещанное то, где обещанное это. Вы понимаете, что я говорю, да? Сразу, сразу, сразу. Да, но потом, конечно, когда церковь долго находилась, вот когда она потом приходили гонения, это был огромный стресс. И, вы знаете, я помню еще один момент, пастор Альберт рассказывал, помните Альберта Вексера, кто-то помнит из Израиля, он приезжал, да, мой учитель. И когда-то паром Эстлайн затонул. Помню, в Балтийском море, пассажирский. Такая страшная трагедия была. Там оно небольшое, но он перевернулся. И часть людей вот оказалась, я не моряк, я не знаю этой терминологии, что у них там. Они оказались вот... Не-не-не, он полностью перевернулся, и они были вот на дне. Ну, то есть... Да, ну вот, да. Он вверху дом перевернулся, и они сидели там. Их волнами смывало по чуть-чуть. Страшное зрелище абсолютно. И некоторые люди спаслись. И то, что они рассказывали, люди, которые находились в этой ситуации, они осознавали, что через какое-то время какая-то очередная волна их смоет. То есть они ничего... Ну, как бы... И вот это вот ожидание смерти, просто вот он сидит, он просто понимает, что через какое-то время придет смерть. Оно их настолько парализовало, они как будто бы, ну, выли там. То есть вот те, кто спаслись, они потом рассказывали, как вот эти вот погибшие встречали свою смерть. Суть в чем? Люди не готовы были встретить смерть. И вот эта вот разница между тем, когда человек готов встретить вечность и когда он не готов. Это совершенно, ну... То есть страшное ожидание. Страшная ситуация. И вот когда церковь оказывалась не готовой, вот эти моменты, когда новая череда гонений приходила, всегда нужно было вот период раскачки. Поэтому что делать нам? Вот что делать нам? Нет у нас гонений. Сделаем, да. То есть что нам делать? Понимаете, я не сторонник, ну, вот, похлистать себя чего-либо, там, в Россию поехать попроповедовать, еще и сказать, что с Украины, чтобы тебе вообще там там, ну... То есть потом как надавали, ты встрепенулся, ух, хорошо, ух, хорошо, вернулся. То есть я думаю, друзья мои, что у Бога есть какой-то разумный, извините за такое слово, метод, чтобы не дожидаясь экстрима, мы с вами все-таки постоянно были... были бодрствовали. Аминь. Вот. Вот эти вот даты, которые я написал, это даты вот этих гонений, которые происходили. Это просто напоминание. То, что мы говорили вчера. 111 год. Что у нас там? Что мы с вами там? Переписка Плиния с Трояном, которая определяет ход развития, которая определяет позицию Рима по отношению к церкви, как бы на все время, до Эдикта Константина. И что же Рим решил? Что мы специально христиан не ищем, потому что характер их преступления такой, что, в общем-то, брать их не за что. Но если вдруг кто-то на христианина пожаловался, и христианин предстал перед нашим судом, а мы требуем от него отречения, воскурения Фимиама, чего еще мы там? Жертвоприношения. А он отказывается. Это неуважение к суду, и его надлежит наказать. Теперь, на практике, конечно же, вы понимаете, что это все зависело от руководства, то есть от правителя конкретной провинции. То есть, грубо говоря, против любого из нас издан указ, но право применять его или не применять, оно находится у власти имущего. То есть, мы с вами ходим, в общем-то, ну, в то время христиане все находились под статьей. Ну, просто ее как будто бы не применять. Я уверяю вас, что поковыряясь в украинском там законодавстве, можно найти какие-то там загугулины, не знаю, как это сказать, что, ну, наверное, каждому можно за что-то, ну, закон же, они же такие вещи. Итак, это у нас переписка Плиния с Трояном. Так, что у нас в 161 году? Марк Аврелий, просвещенный, казалось бы, римлянин, восторгается им, но видел он восстановление империи, в частности, Марк Аврелий. Видит он восстановление империи поклонений богам, а мы, христиане, в эту картину не вписывается. Поэтому он не задумываясь подписывать смертные вот эти вот приказы и происходят сильные гонения. Особенно мы с вами, помните, мы говорили Леон, Вьена, там какие были гонения сильные, да, и мы рассматривали мучество Фелиции. Дальше у нас идет 202 год. Я вот не помню, мы Семтимий Север. Мы как мы много о нем не говорили там, да? То есть он очень похож на Авреля в том плане, что он тоже желает восстановления империи. Только ему там тоже очень, то есть опять же, если кто помнит этот фильм Гладиатор там с немцами, ну, не с фашистами, в смысле, ну, с германцами, да, с мужиками такими бородатыми он воюет, то есть и Семтимий, они все там воевали, и Константин с ними, они из-за Дуная набегали, из-за Рейна набегали, то есть это просто, кстати, сразу дам вам один такой факт, он касается позднейшего времени, вот, факт об истории церкви. Вы же знаете, что потом империя, мы сегодня об этом скажем, туда позже, но империя поделилась на две части, вы знаете это? На на запад и восток. Столица запада Рим, Восток, Константинополь, в честь кого? Константина. Теперь, смотрите, там произошла, это такой вот уже туда заброс на дальнейшую историю церкви, но это важно сейчас сказать, потому что здесь есть одна интересная вещь, которая имеет для нас существенное значение. Смотрите, Константин, он оставил после, вот это, кстати, практически тысячу лет существовала его империя, вот это вот восточная. Западная империя уже с пятого века, с конца четвертого, знаете, что там начинается? Что за проблемы там начались? Серьезнейшие. Ну, знаете. Нет, инквизиции там еще, это еще там тысяча двухсотый год. мы говорим о конец, там, допустим, дата четыреста десятый год, вам ничего не говорит? Варвары тогда вообще взялся. А, молодец, духовный чупа-чус. Смотрите, весь Запад подвергается набегу варваров. Они просто, знаете, что, они же, кто Рим у нас разграбил? Варвары и гуны. И гуны там, а вандалы, кто у нас? Вот у нас памятник разрушили, и мы что говорим? Вандалы. Кто такие вандалы эти были? Германское племя. Просто его называли вандалой. Они зашли, ничего не понимали. Поэтому вандалы, это вообще, ну, германское племя. То есть, смотрите, Запад буквально с конца там уже с 300 там какого-то. Варвары приходят, все бомбят, забирают дань за 12 лет, уходят, остаются. Вот провинция Италии, там, Лангобардия, слышали такое? Это же тоже германское племя для набородых. Пришли и не ушли, там остались. То есть, в Испанию они, там вообще кошмар. Просто вся, вот, все завоевания, вся Западная империя, римская, она вся страдает от завоевания Франки. Тоже германское племя. Ужас наводят на империю. То есть, это было просто бич божий. Там, из более таких современных, современных, вот, это когда эти, варяги поперли, я извиняюсь, на Шотландию нападать начали, там, на Британию, это викинги, понимаете, да? То есть, а это вот такое еще более далее. Все, что я говорю, это имеет смысл. Здесь власть Аларих, слышали такое название? Тут уже все фильмы есть, последние, они там, в общем, эти гуны, короче, ну, эти, ну, язычники, в общем, страшные. Кто им сопротивляется? Де-факто власть, то есть, смотрите, здесь происходит полное безвластие, ну, оно относительно, но власть сосредоточена здесь, друзья. Здесь только церковь остается, как институт, который более-менее что-то из себя представляет. Это я сейчас очень так вот, то есть, мы берем эту бумажку и сжимаем ее, сейчас в трубочку и плюнемся. И вот, все вот эти набеги, разрушения, Рим, церковь. Потом, слушайте, а Рим же уже у нас зажил хорошо, церковь у нас зажила хорошо, потому что Константин, почему раньше зажигали люди свечки? Потому что не было электричества. А когда с Константином уже церковь стала побогаче, знаете, что стали делать? Уже днем свет в церкви не выключали. То есть, вот откуда, ну, это потом уже оно все, когда-то мы собирались в полуподвальном помещении, выключили свет. Вдруг. И один брат говорит, зря протестанты от свечей отказались. В тот момент я пожалел. Вот, ну, только в тот. То есть, и эти бородатые там заходят в церкви, а в церквях же так красиво, друзья мои. Смотрите, мы сейчас туда заходим, нам сейчас там красиво, а они-то вышли откуда? Ну, и сфигвамов, вы понимаете, да? И они заходят в такие места, где мы сейчас с вами любуемся, несмотря на наши чешки, харьковки, болгарки, старый фонд. И вот, представляете, они заходят, и вот это все там, и церковь начинает, смотрите, Рим, Рим, теперь скажите мне, когда, вот у нас идет с вами занятие, да? Мы тут с вами какие-то предметы, тут заходят двое, я не хочу сейчас кого-то там из современных вспоминать, ну, ладно, талиба каких-то там. Ну, представьте, то есть, барвары такие заходят, они на собрания к нам заходят, садятся, вонючие, чеснок едят прямо. Что мы с вами думаем об этом всем? То есть, это кошмар, Господи, мы с вами плачем, понимаете, мы с вами просто, ну, за что? А с отсюда нам какие новости идут? Селфи, какие нам идут? С Константинополя. Слушайте, это ж, откуда славяне все это взяли? Константин, он так пышность любил, честное слово. И еще у нас был товарищ один, который пышность любил, с этих краев. Владимир звали. К нему же все пришли религии предлагать, и католики, даже и иудеи. Он посмотрел, потом, когда увидел греческое православие, вах, как оно ему понравилось. Он говорит, буду вашим королем. И христиане с Востока шлют им селфи, что там, у-у-у-у, там, а мы новую песню разучили, такую, мы новую примочку для гитары купили. А у нас варвары взяли все примочки и выбросили, потому что, понимаете, то есть, это я сейчас, вы же понимаете, да, что у нас такое интересное дело. Но что здесь происходит? Кошмар здесь происходит, потому что обилие просто. И вот скажите мне, скажите мне, это время заниматься богословием? Послушайте, церковь забросила римское богословие, и в основном, ну, это тоже я сейчас утрирую, ну, где-то это так. Чем она занималась? Дала на беде. Окультуривала. Вот этих вошедших болванов и неучей. Понимаете, она была, то есть, она, она, знаете, как она занималась евангелизацией? Евангелизация пришла к ним. Им никуда не надо было ходить. К ним уже все пришли. К ним уже все приехали. То есть, они уже никуда не ходили. Уже все, кому надо было. Миссия пришла к ним. Вы на миссию, да, мы здесь. То есть, понимаете, в общем, церковь, только Европа сейчас немножко не в том состоянии. Рим на протяжении тысячи лет любовался собой. И вот смотрите, Рим не евангелизировал вот этих язык, да, Константинополь, не евангелизировал вот народы, живущие здесь. Пока там не поднялся некто Мухаммед и сказал, нет Бога, кроме Аллаха. И всех их обратил. Понимаете? Вот, что такое отсутствие евангелизации. И сегодня все эти территории, ребят, Аллах Акбар. Мораль какая всей этой истории? Если ты не будешь заниматься евангелизацией, через время станешь в лучшем случае. Дальше что произошло? Эти, что не остановились, они, тут у нас Средиземка, вы помните, да, вот Средиземное море. Они побежали вокруг. Вся Африка, боже мой, это ж Карфагит. Тут все наши люди были. Я уже молчу, за тут все наши люди были. Они побежали через Гибралтар. Гибралтар, почему Гибралтаром называется? Кто знает? Это имя военачальника, кому-то сказал, кто первый переплывет, какой-то в общем, он переплыл и в честь его Гибралтаром назвали. Там у него какое-то имя, ну, оно там по-другому звучало, это же европеизировано. Испания, сколько лет она была под мусульманами? 200, 250, 300, 250, 300. Полностью под мусульманами. 300, полностью. И они сейчас говорят, Испанию сюда. Ну, это уже, вы видите, что происходит? Больше того, они, знаете, куда они решают идти? На Европу, сюда. И вот тут Пуатье, битва при Пуатье, это уже какой-то 700 там. И знаете, кто спасает Европу? Франки, вот эти, которые в церквях сидели, их покрестили, там, Хлодвига к тому моменту, подстригли, там, подпудрили чуть-чуть, знаешь, носики там, да. И они дали оторваться мусульманам. И остановили мусульманский набег. И вот эти франки стали, ну, там впоследствии произошло французы-немцы, фактически потом это стало основа христианства, друзья мои. Это история церкви. И надо было мне заборачиваться. Понимаете? Вот где-то так оно все произошло. и сегодня у нас есть патриарх Константинопольский, которого они там держат, ну, как бы, ну, он в Турции живет, как бы, уважаемый человек, но полностью все эти места завоеваны сегодня. Только потому, только потому, друзья, что церковь любовалась собой. Только потому. Вот, вот оно. Вы видите, что страшно для нас? Вот сюда смотрим. Вот этот момент для нас, ну, наиболее страшен. Период литургического сна. Значит, или придут гонения, тут другой момент, Константинополь разрушали и крестоносцы. Это те же французы были, они тоже хуже дикарей были. То есть там, вот это средневековье, это такие христиане были, что спаси и помилуй. Ну, вот, когда мы инквизиция, это же нет большого ума, поэтому туда пришла реформация, и потом лютеране туда же пошли. Вот мы лютер, лютер, да, там, но лютеране такой, там устроили, что освящение, пробуждение святости пришло туда, потому что там было просто невозможно на них смотреть. Пили, гуляли, так, что и невлоне католической церкви. То есть, поэтому, вот, мораль этого дела, вот, просто взгляд на историю церкви, Рим вынужден был заняться евангелизацией, но в итоге, вот эти барвары, которые к ним пришли, исторически, они стали спасением для всей церкви, ну, потому что здесь все погибло, здесь мусульмане, и знамя, ну, как бы, креста, понесли вот вот эти вот варвары, которые набегали там и вообще не, ну, вот, поэтому в том, что сегодня ислам имеет такую роль, есть вина, друзья, моей церкви, и церкви, даже, я бы сказал, не западной, а церкви восточной. то есть нужно было идти на эти территории и евангелизировать, но церковь этого не делала, отчасти, потому что миссия среди язычников, слушайте, связана с лишением комфорта, ну, и со всеми вытекающими последствиями. У ирландцев, я слышал, было, кстати говоря, католики, я не знаю, почему, но почему-то они ревностнее были в отношении проповеди Евангелия. Я даже слышал, что у них было два рода миссионерства, именно у ирландцев, я не о всех католиках сейчас говорю, они вообще интересные ребята. У них было белое миссионерство и черное миссионерство. Черное, это что, не перейдет. Белое миссионерство, это когда там, какого-то там патрика отправляли ведомо куда, а черное миссионерство, это когда садили в лодочку, сухариков давали, там, фу, лодочка отчалила и называлась «Куда Бог пошлет?». Поэтому то, что я вижу, друзья мои, вот еще раз возвращаясь вот к этому дну, а очень оно опасно. Если сузить это к вашей жизни, помните, Иисус говорит, лучше бы ты был сухаром. Почему он так говорит? Потому что вот это вот состояние, когда ты там, оно очень опасно. То есть, оно опасно для церкви, но также оно опасно лично для тебя. Если ты вообще нигде, если ты аморфин, правильное слово, то беда с тобой, дружище, тебя нужно спасать. И знаешь, мне иногда, мне неприятно говорить с людьми, которые явно отторгают, но как минимум он подает хоть какие-то признаки жизни. Есть хоть какой-то шанс, что где-то он савл. Его можно переубедить. Итак, что у нас с сувером? Видите, как я к нему подойду, так у нас что-то интересное начинается. То есть, он, а, Рейн и Дунай, вот что меня отвлекло. Варвары тоже там начали. То есть, в империи проблемы. И Север Семтимин. Так же, как и Марк Аврелий, тоже занимается, в общем-то, восстановлением империи. И он тоже видит, он видит упадок империи в чем? В гневе богов. Вот мы как сказали. И он говорит так, нам нужно срочно культ непобедимого солнца. То есть, вы себе молитесь вашим богам без проблем. Но при условии, что вы признаете над собой культ непобедимого солнца. Помните? И мы говорили о том, что все подчинились, кроме двух категорий. Это христиане и иудеи. и вот у него начинается преследование уже если ты христианин, ладно уже, с тобой ничего не сделаешь. Но новообращенные у него страдают, да? Да, это мы запутали. И их учителя. Вот, вот их. Да. И там вот мученичество перпетуй, и фелицитаты, и там тех трех братьев их вывели на ринг, двое погибли сразу, одного не брал ни один зверь. Звери просто бросались, по-моему, секунд его звали, да, секундул, его ни один зверь не брал. На римлян, на этих, тех, кто там натравливает, бросается, и он говорит, меня убьет леопард. И леопард подходит, убивает его. Настолько вот даже пророческие дары действовали во время, ну, то есть, вот еще раз, о благодати во время гонений, да. Но вдруг резко, вот тоже, еще одна специфика гонений, они почему-то резко заканчивались. Вот эти, как-то вот бурно-бурно, как-то бац, чуть ли не в один день, и все, и гонения закончились. Теперь, были интересные гонения во время, ну, извините за такое слово, ну, интересное, насколько они могут быть, ничего интересного, конечно, нет, но нам нужно обратить внимание на гонения при Деции. Следующий император в 249 году, он стал императором, видите, оно приблизительно 50 лет период, обращайте так, ну, плюс-минус, округленно. когда у нас там период гонений закончился? Господи, Господи, ладно, он тоже римлян, старый, они все вот эти вот, в общем-то, вот смотрите, там ненормальные, только был Нерон и вот Домициан, вот их свои же и кончили, все остальные считались, в общем-то, так вот, с оценки нормальные ребята, абсолютно, как бы, в общем, с позиции так вот, оценки, как руководителей. Опять тоже, то же самое, очередные какие-то проблемы в империи, опять Деции хочет всего хорошего, опять он видит, что это все из-за того, что, и вообще, как будто бы, знаете, я вам так скажу, вы понимаете, что такое, когда империя идет к закату? Кто наблюдал, как Советский Союз шел к закату? Я. А вы знаете, почему это можно было наблюдать? По маленьким деталям. Просто по маленьким деталям. Я понимаю, может, были какие-то глобальные вещи от нас недоступные, но я думаю, вот то, что, не знаю, ну, я так, не помню 70-е, но конец 80-х я точно. Вот эта вот музыка, которую мы слышали. Все вот эти вот моменты, как будто бы давление продолжалось на нас, но как будто бы мы все больше бунт вот этот молодежи рос. ну я что в школе мы настолько взбунтовались, что я помню однажды что-то понимаешь я помню, я помню, как я дал клич давайте что-то сделаем они говорят, что? Я говорю, ну давайте хоть что-то сделаем что ты хочешь от нас? Давайте рукава отрежем у пиджаков. Какой-то протест выразил. Вот сейчас меня спроси, что ты хотел, Сережа? Я говорю, я не знаю, ну давайте что-то сделаем. вот где-то, это вот, знаете, это вот где-то там. Ну и трое пацанов обрезало, а я нет. За ними физрук по всей школе гонялся. Ну потом и я обрезал. В общем, то есть это был какой-то вот такой вот и нас уже не могли подавить. То есть что-то мы постоянно вот, и это вот в таких вот, то есть оно там проскочило, там, то есть шло падение. То есть я помню, в армии каждые полгода что-то уже не делалось так, как делалось раньше. И вот вся страна, где-то так же это было с Римом. И вот эти римляне, они было воспрянули, давайте же, давайте же, давайте же, но оно уже куда-то вот туда, вот неминуемо, оно уже вниз идет. Их попытки, давайте же, нет, восстановим, восстановим. То есть они вроде бы пытаются, но уже не могут. Итак, что у Деция? Тоже картина масла, да, как там говорилось. А люди уходят от поклонения языческим богам, значит, опять тут эти христиане вреднючие, упертые, снова это их упертость, потому что римлянин не понимает, как ты можешь отдать жизнь, вообще непонятно за кого. Но Деций, он идет глубже. Он не просто, чтобы они христианам, судам не поклоняются. Он в этом усматривает, что для него как будто бы будущее. И он прав. И он прав. Но просто не знает, что впереди будет. Для Деция он чувствует так, что будущее Рима вообще под угрозой. И он доходит такое состояние, что что еще он думает? Он вспоминает прошлые гонения, а их уже было немало. И знаете, что он анализирует? Что сколько их не бей, мало того, что выживает, им еще и лучше становится, то есть он как будто бы как-то парадоксально, ну логика есть какая-то. Мы их пытаемся уничтожить, а их становится больше. Потому что Тертулян говорит вот на где-то на стыке вот 2-го и 3-го века, там где был Симтимий Север, он говорит, что кровь мучеников семя церкви. Деция улавливает, ну не то, что он услышал Тертуляна, но логику он понял. Что придумывает Деция? Децию нужны не мученики. То есть, когда мы говорим о мучениках, мы говорим о людях, которые расстались жизнью, да, насильственно, не отрекшись от Христа. Децию нужны не мученики. Деция издает указ Эдикт, он не сохранился, но он был, где предписывается обязательное поклонение богам по всей территории Римской империи. Помните Аман, ну там, правда, другая история, ну как бы вот в Данииле, да, да, в Данииле, всем поклониться, Деция говорит, всем поклониться богам. Но, ему что говорят, у нас же будут кто? Кто у нас будут, Децию, говорят? Христиане, говорят, будут. И которые что будут делать? Что нам с ними делать, говорят Децию? Деция говорит, нет. Вот этого мы уже с вами мы их будем мучить до тех пор, пока они не отрекутся. Деция ставит задачу мучаем, истязаем до тех пор, пока они не отрекутся. То есть, Деция не хочет убивать христиан. Нерон что делал? Убивал. Домициан что делал? Убивал. Плиний казнил. Марк Аврелий казнил. Семтимий Север. Все казнили. А Деция не хочет казнить. Что хочет делать? отрекать. Ему нужны отступники. Децию нужны христиане отступники. Как это происходит? Деция издает указ, что все должны принести жертву богам. принес жертву богам. Официально тебе выдается что? Документ. Что ты принес? А без документа ты кто у нас? Укажем. Хуже. Ты вне закона. Без документа ты вне закона. Понимаете, что происходит? В какой ситуации христиане оказываются? Вне закона. Все? Или есть какие-то варианты? Значит, что происходит? Вы помните вот эти вот? Сколько у нас лет прошло? Где церковь находится? Часть церкви сразу пошла отреклась. Часть пришла и купила. Не христиане ли ее изобрели? Часть просто купила свидетельство. А часть осталась верна. И тогда родился в церкви титул исповедники. Кто такие исповедники? Исповедники это которые продолжили исповедовать имя Иисуса Христа несмотря на все давление которому они подверглись. то есть в церкви появился новый титул. У нас были до сегодня церковь знала мучеников это те кто отдали свои жизни за Иисуса. Церковь знала отступников те кто отрекались от Христа под гонениями под страхом. но вот появляется новая то есть их отпускали. Они уходили покалеченные можно только представить себе там что было с этими людьми. Теперь исторические документы этой эпохи говорят о том находят вот эти документы о принесении жертв в самых отдаленных уголках империи. То есть это не было просто где-то сконцентрировано в одном месте но таки это было очень обширное гонение во время ДЦ. Вы поняли да что там произошло? Знаете что потом последовало за этим? Конфликт был в церкви особенно в Северной Африке Откуда знаешь? Училась читала? Училась читала Возник в церкви конфликт Что делать с отступниками? Там немножко такой был то есть представьте себе что допустим я это исповедник да который выдержал все Ну это отпускали ну мучили мучили уже там попереломали мы повырвали все что могли ну что ты с ним будешь делать? Кусок мяса коллега отпустили ну могли убить он мог умереть просто ну не все как бы суть в том чтобы ну не отрекается все уже все инъекции перепробовали условно говоря нашим языком а он не того смотрите что делает церковь как вы думаете авторитет исповедников каким был в церкви очень высокий и вот возвращается гонения закончились идет собрание так остались стоят исповедники ну извините ну как бы и тут приходят кто отступнички потекли в церковь приходят что пришли простите и встал вопрос кто имеет право их принимать и возник конфликт все потянулись за покаянной кому к исповедникам потому что у них авторитет но в церкви то есть кто пастор и вот там возник конфликт кто имеет право восстанавливать отпадших и такой же конфликт там по другим о блудниках восстановление блудников происходил в Риме и в церкви был большой спор по поводу того просто технический вопрос но он очень важный кто имеет право восстанавливать и тогда решилось там определенным образом но потом все это грянуло очень серьезно еще через 50 лет когда пришло колоссальное гонение Диоклетиана и требовалось уже там мы после перерыва поговорим о том что было через 50 лет ну вот приблизительно вот такой непростой была эта история но в итоге благодаря им слава Богу друзья слава Богу благодаря братьям 50-никам баптистам слушайте сегодня мы есть вы понимаете благодаря их стойкости то что они несмотря на гонения выдерживали продолжали исповедовать Христа в период Советского Союза когда вся машина включая КГБ работала целенаправленно против них хорошо перерыв субтитры субтитры Продолжение следует...